Всем привет! Вы на канале Люди, у которых клюет. Сегодня очередной раз мы выбрались на рыбалку. Вот такой вот маленький компания. Мы сегодня с Никитосом вдвоем, потому что у нас все кто куда разъехались. Но я думаю, соберемся в этом году еще большой бандой и успеем съездить на рыбалку. Тем более на следующих выходных нас пригласили на соревнования по мормышке. Мы поедем своей командой соревноваться. И вот, и сегодня именно приехали на тот пруд, где будут проходить соревнования. Поэтому у нас будет такая мини-тренировочка. Ну что, не будем тянуть время. Поехали, сами все увидите. Подписывайся на наш канал, ставь лайк уже этому видосу обязательно сейчас, наливай себе чаек. Какие-нибудь печеньки вкусные, смотри нас обязательно. Все, давай. Погода сегодня просто отличная. Тепло, нет ветра. Я по привычке, ну у меня один и тот же комплект одежды зимней. Я надеваю на себя вот этот вот теплый свитер, снизу термобелье. И я, мне кажется, сегодня просто сгорю на улице. Весенняя уже погода. Ручьи растаяли, но вода прям просто красота. Пришли на это же место, где мы разбивали лагерь, где мы делали снеговика. Вот от него немножечко остались. Пришли сюда же. Смотрите просто здесь. Упаковка от стола. Ну это вообще, ну как так можно, блядь, взять и оставить упаковку от стола здесь? А вот. Пакет с мусором, да? Нельзя взять мусор с собой отнести, но там можно в городе выкинуть спокойно. Зачем вот здесь оставлять? Блядь, ну вот просто уебка. Кто? Вот если человек, который вот это сделал, оставил здесь коробку из-под стола, если вдруг каким-то образом смотрит это видео, знает, ты такой уебок. Я тебе ебло сломаю, если вот... Ну как, я не узнаю, кто это же сделал, но прям ебло бы ему сломал. Самая главная проблема, то что в этот раз взял Максим посуду к себе, по-моему, первый раз в жизни взял к себе посуду, вот, уехал в Сочи. Нам передали ящик с посудой, там ни ложек, ни тарелок, короче. То, что было вот, чистое осталось, то и передали, а грязное, я не знаю, куда-то все пропало. Я сейчас просто разъярен, ну просто едем на рыбалку отдохнуть. У нас казан грязный, у нас посуды нет. Ну я не знаю, как так получилось. Вот просто нас подставил, смоу нет и нас подставил. Я думаю, выговор ему. Роги, на занесение, личное дело. Что, идем, буримся, ловим рыбу. Наловим много рыбы, покушаем, пойдем домой. План очень простой у нас. Поближе к берегу попробуем. Сейчас где-нибудь рядом здесь, тут деревце упало, там может окунь в коряшках сидит, рыба вообще по отвичке. Погода вообще предвещает хороший клев, потому что солнце, такой морозец. Небольшой плюсы нет. Несколько дней минус один, ноль, держится в градусах нормальное давление. Сейчас попробуем, забуримся, поищем рыбу. Больно много тоже ходить не будем. Если уж не клюет, то что, мучится. Приготовим вкусно, покушаем, да и поедем домой. Снег такой. Снег подмерз, идешь, проваливаешься. Не очень комфортно идти, но лучше, чем когда по сугробу. Вот здесь кто вчера бурился. Давай, тут мы все. Пока вот выбираю без мотылки, будем ловить на нее. Я не умею на без мотылку ловить, но пробовать надо. Там дело в чем? Там на нее надо уметь играть. Я вроде бы в интернете смотрел, как это делается. Но как часто бывает, вроде теоретически знаешь, как делается. А на практике опыт нужен. Была поклевка. Так, ну была тут одна поклевка. Мы сейчас эти лунки закормим и пойдем туда. Там вон есть мужчина, который ловит. И Никитос там в прошлый раз поймал. И дело в том, что там берег открытый. Там течение проходит. И я думаю, вода там кислородом насыщена. Поэтому, возможно, поклевок там будет больше, чем одна. У вас вопрос к производителю кормушек. Вчера в магазине была куплена кормушка из платья. Вчера на рыбалку выезжал, на водохранилище. Решил прикормить рыбу. Короче, вопрос. Сейчас опытным путем. Посмотрим, как она работает. Берем. Что-нибудь привязал туда? А? Нет, там даже привязывать не надо. Просто. Вот, наполнил. Оп, поддеваю. Вот, как она должна работать? Как она должна работать? Почему она не тонет? Там ее мочи, не мочи. Она не тонет. Если зрители нашего канала соберутся покупать кормушку зимнюю, вот такую никогда не берите. Она просто не работает. Зачем покупать кормушку, которой нужен еще и груз? Просто вот металлическую купил, она сама тонет спокойно с кормом. А это не поплавок какой-то, не кормушка. Обычно с нами Максим ездит, как повар. Стоит в лагере и готовит. А так как мы сейчас вдвоем, ну и оператор третий у нас, решили перетащить прям на водоем в лагерь. И будем здесь готовить и рыбачить. Самый обычный ингредиент. Картошка, грудинка, шампиньоны, морковка, лук, помидорки. У зрителей может возникнуть вопрос, почему у нас на столе для готовки овощей в этот раз больше, чем мяса? Во-первых, потому что мы поехали без Максима, как уже сказал, сундук. А во-вторых, сейчас идет Великий пост. И один товарищ из нашего веселого коллектива, его сейчас держит, собственно говоря, это я. Напишите в комментариях, кто тоже сейчас Великий пост держит. Но так пацаны не расстраиваются, мы сейчас овощи приготовим, они туда потом мясо буснут, а я овощи просто поем. Такая вот у нас... Но дело в том, что у нас нет масла, и жарить я буду на салях картошку, поэтому... Потом тут уж сам смотри. Ну ничего страшного, чай попью с хлебом, с подстанным. В Карелии мы один нож вот такой, такой же почти, немного другой был. Сломали в Карелии. Вот, остался из таких рыболовных один нож. Мак с собой кухонный возит обычно. Вот, а еще нам подписчики, кто нас смотрит, как делают ножи, обещали там в подарок отправить. Топор, нож и еще несколько всяких прикольных штук для рыбалки наши подписчики нам обещали отправить. Но я думаю, что в скором времени придут, и уже в ближайших рыбалках вы увидите их, я думаю, и нам будет приятно, и подписчикам приятно. Лук в себя всю грязь впитает. Погода настолько шикарная, что мне пришлось снять куртку, иначе я прям сгорел бы. Все супер. У нас все супер гуд. Вот уберем то, что впитало в себя этот лук, жир весь этот в себя впитал. Так, я посолю сразу, чтобы мясо дало сок. Я думаю, нам парочку картофелин вообще хватит. Плавочек хочу поставить. Плавочек. Плавить зимой с плавочком впервые в жизни. Торобка с приправой. Что у нас тут имеется? Из интересного. Для жарки мясо есть. Значит, добавим для жарки мясо. Все, достаточно. Мы не Максим Назаров, мы добавляем по чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот эти крупненькие пополам еще. Давай закинем морковь туда сейчас. Все, будем сейчас закинуть. Перец. Сейчас они походят и будут шикарны. Оставляем, закрываем. Никит, что там? Тишина. Не знаю, как так получается, у нас просто не клюет. Да мы приехали сегодня поздно. Потому что здесь вот на этом месте ловил мужчина. И вот не так давно он ушел. Видно, поклевки закончились, и он ушел. А мы как раз только приехали. Зато выспались сегодня. Обычно после рыбалки там в три ночи встаем, едем на рыбалку. После этого спим днем. А сегодня выходной день, не придется спать. Раньше так нравились эти брикеты, а сейчас, думаю, такая лажа это все. Мы призываем всех выбираться на природу в выходные дни. Здесь свежий воздух, здесь кайф. Обед человека, который не посидится. Вот там в казане. И обед человека, который посидится. Соль, хлеб, чай. А возможно, лук. Хлеб снимает, нельзя тебе есть. Можно. Загружаем. Ложек нет. Пакет с ложками. Я не знаю, где у Максима дома. Грибочек. Очень вкусно. Будем есть руками. Ну что, вердикт? Вердикт. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Но такое блюдо нельзя испортить. Что тут? Мясо и овощи. Все это изготовилось. Из приправ только немножечко для жарки мяса и все. Больше ничего. Остальное это сами сделали, можно сказать. Приправа. Весь этот вкус. Это лук. Зеленый. Укроп. Петрушка. Лук репчатый. Морковь. Грибы. Помидоры. Перец болгарский. Это все в сочетании. Дает такой вкус мясу. Просто шикарно. Ну и огурцы с мясом мне очень нравятся. Всегда вкусно залетают. Свежие. Хлеб с горчичкой. Поехали. Шикарно. Рубрики «Едем с Салом. Мясо с Денисом Сундуковым» сегодня не будет. Потому что... Я сало дома забыл. Или в машине. Ну ладно, у нас так. Полно еды. Я думаю, рыбаки поддержат нас. Скажут то, что... Ничего страшного. Можно есть руками. Можно половником. Ножом. Ну... Самое главное, вкусно. А дальше... Разберемся. Давай, оператор, вырубай камеру. К столу я тебя приглашаю. Закинул удочку. И вот попалась маленькая уклейка. И больше поклевок нет. Но... Принцип вы мой знаете. Руки у меня уже пахнут рыбой. Значит, рыбалка удалась. Даже одна маленькая рыбка. И то уже... Кайфово. Нацепил GoPro. Чтобы поснимать. Думал, сейчас поклевки будут. А их... Все. Нет. Сейчас я еще что-то поймаю. Не беспокойтесь. Хотя вы, наверное, и не беспокойтесь. Интересно, что там у Никиты. Он идет обратно. Значит, там... Нет, ничего. Рыбу покинул. А у тебя же закинул клейк потом и все больше нет. Ну, нормально. Странный день. Кайфовый. Погода кайфовая. Место, где мы ловили в прошлый раз. А рыбник льет. Наверное, тоже к соревнованиям готовится. Аппетит набирается. Не ест. На следующей неделе не подвезти никого. Короче. Я считаю, что вот эта уклейка хорошо подошла, например, на живца для форели. На форель. Вот. Только поменял черную безмотылку на обычную какую-то грушу медную. И вот, поклевка была сразу же. И все. Ага. Да блин. У меня крючок большой слишком здесь. Не подсекается. Я маленький делаю. Ну, хотя не очень большой. Нормальный. Должен, должен на этот крючок ловиться. Я на соревнованиях на эту мормышку я ее подточу дома. Поймаю. Двенадцать штук. Так. Ну что? Ну что? Все. Смотрим удочки. Репетиция соревнований прошла не очень удачно. Но я думаю, мы возьмем, если команда пятнадцать будет, то мы, я думаю, возьмем четырнадцатое место. Потому что будут профессионалы, а мы любители, мы кайфажеры. Вот если в соревновании кто сколько мясо съест, тогда другое дело. Через недельку будем здесь биться, мормышиться. А сейчас пока что вот наш улов. Я думаю, с таким уловом первое место мы не возьмем. Но ничего страшного. Ничего страшного. Зато мы отдохнули на природе. Погода кайфовая. Мы провели, ну, часов пять мы на воде-то провели уже. Такую погоду. Ты кошку возьмешь? Да какой кошке она даже? Она жива, я ее отпущу. Оп, оп, и все, уплыли. Прощай, да? Сегодня не уловится день, но наклейка на ящике гласит без поражений не почувствуешь вкус победы. Значит, на следующей неделе на соревнованиях мы отловимся и третий разряд по рыбалке получим. Смена погоды на рыбалке не прет. Мы Люди, у которых клюет Приехали мы на водоем. Люди, у которых клюет Меньше двух килограмм мяса не берем. Люди, у которых клюет Тащи вагон. Люди, у которых клюет Сало главный друг рыбака. Люди, у которых клюет Ловим мы на планшир. Люди, у которых клюет Блин, сорвалась. Люди, у которых клюет коробку из-под стола и пакет мы заберем с собой выкинем что здесь на водоеме ничего не осталось нет такого не мы на мусор или значит это не наш если каждый хотя бы будет убираться не только за собой но и за кем-то но мы всегда когда приезжаем на водоем особенно летом когда загажено сначала уберемся потом уже там отдыхает ну что вот подошла к концу наша рыбалка наш отдых на природе как всегда мы кайфанули получили заряд положительных эмоций в этот выходной день надышались свежим воздухом если понравилось это видео ставьте лайки обязательно подписывайтесь на наш канал пишите комментарии как вам вообще что вы хотите видеть в наших роликах мы обязательно будем исполнять ваше желание вот что приготовить на что приготовить на наши рыбалки тоже обязательно пишите мы будем рады любимый рецептам мы любим экспериментировать будем пробовать все чтобы было круто и для нас и конечно же для вас наверное это одна из последних рыбалок на льду сейчас уже все подтаивает принципе зима у нас наших проект для наших краев вообще было замечательно был мороз много снега я думаю рыбу на ней что идет хорошо мы скорее скорее пойдем на фидер на спиннинг напишите комментариях ждете ли вы от нас рыбалку уже на воде на лодке на фидер на спине напишите в комментариях обязательно все будем рассказывать ну и не забывайте про лайки комментарии и подписку на канал все всем пока пока смотри нас хочу передать привет моим друзьям вадиму стародубову егор артамонов и максиму назарову которые не приехали на сегодняшнюю рыбалку но на следующих соревнованиях на следующей рыбалке на соревнованиях они обязательно будут а пока мы крутим барабан и сектор попиздили домой если нажмешь вот сюда то подпишешься на наш канал если нажмешь сюда то посмотришь годный видос также крутые видосы находится вот здесь и здесь нажимай смотри и не забывайте про лайки комментарии для нас это очень важно